Все-таки нокаутировал Ленокса Льюиса, потом вот Рахман его нокаутировал. Поэтому все, так сказать, писания, допустим, в журнале Boxing Monthly Ленокса Льюиса о самом себе, о величайшем, они, в общем, как-то не выдерживают критики, будем прямо говорить. Хотя, вот так если разобраться, сейчас, конечно, это самый лучший тяжеловес мира. Пока не доказано обратно. Конечно, обидно, что время течет так быстро, и что Майк Тайсон заржавел настолько, что, в общем, вот то, что мы видели в Копенгагене, вот первый раунд складывалось впечатление от Майка, что он оторвит голову кому угодно, любому тяжеловесу мира. Во втором эта уверенность уже как-то ослабла, в третьем перешла в свою противоположность. Майк уже давно не тот. А вот бой бы Льюис Майк Тайсон лет, эдак, 7 тому назад, вот это был бы, конечно, мегафайн. Что там говорить? Ну, обмен взаимными любезностями перед боем, как водится, уже был. Значит, Рахман заявил, что твое время прошло, этот человек вообще-то уже не чемпион, он должен это признать и так далее. Ленокс Льюис сказал, что за все вот эти грубости и выпады против него он заставит заплатить в ринге Хасима Рахман. Ну, все как водится. Перед каждым боем, в общем, вот такие вот выпады постоянно происходят. Вот недаром, что в Америке сейчас очень такое замечательно, позитивное отношение к Косте Дзю. Это один из немногих боксеров, который никогда не позволял себе унижать боксера до боя. Настолько он, в общем, стал такой моделью для подражания для многих спортсменов. Когда-то это было, но ушло. Ну, а пока что вот то, что мы на ринге видим, я еще раз хочу вам сказать, оба обладают пушечным ударом, но Ленокс все-таки намного больше. Он фунтов на 10, по-моему, потяжелее. Он выше. Все-таки 196-197 сантиметров рост. Почти по 2 метра. Он очень мощный физически. И единственное, что может использовать Хасим Рахман, это навязать ему, во-первых, темп, потому что Ленокс не очень любит высокий темп. Ему нужно вот такие вот паузы, как вы видите. Вот шаг назад, дух перевести, рассмотреть противника, оценить свое положение на ринге. Все, он это достаточно быстро делает, но ему вот этот интервальчик очень нужен. Рахман же по манере, по способу введения боя очень похож на Ленокс и Льюиса. Вопрос в том, что класс тут разный. Не только физическая разница заметна, но класс, уровень исполнительского мастерства совершенно другой. Очень мощный джеб у Ленокса и Льюиса. Он может на пол просто посадить этим левым прямым ударом издали, если точно ударит. Кроме того, мы знаем, что Ленокс и Льюиса вообще очень осторожный тяжеловес. И вот сегодня как раз такой момент, когда ему придется рисковать. Мы никогда не видели Льюиса, который готов идти в размен особенно с сильно бьющим боксером. Он предпочитает действовать наверняка и издали. Вот как и сейчас. Ну и вот мы видели, как Льюис все-таки использует классику. Зрелищных и самого высокого уровня. Качество немеров, можно так сказать. Ну вот и Рахман достал один раз слева. В общем-то, конечно, это закономерное требование. Казалось бы, простейшее. В боксе выигрывает тот, кто умело оперирует левой рукой. Льюис это знает. Рахман это тоже знает. Вопрос в том, кто лучше из них это делает. Видите, Льюис включает ноги. Он кружит по рингу. Он всегда старается сместиться с прицела противника. И обязательно будет использовать свой пушечный правый удар. Видите, сейчас пытался встретить. Остался бы на месте, выбросил руку. Мог бы достать. А тут пошел на противника и лишился пространства. Атака и клинч. Безопасно. Близко прижаться к противнику, не дать ему пространства для ударов, для того, чтобы развернуться. Это, в общем, трюк, которым Ленокс Льюис владеет в совершенстве. Кроме того, наверняка мы это увидим. Он использует и такие приемы, которые, в общем, не очень, как бы, вяжутся с обликом джентльмена. Например, после атаки наложить предплечье на шею противника и навалиться на него сверху всей своей массой, всеми своими сотнями этими килограммов, да? Он же выше 100, больше 100 килограммов есть. Вы попробуйте потаскать этот груз там хотя бы пару секунд. Ноги напрягаются, затекают, скорость падает. В общем, тоже расчет такой, прямо скажем, математический. Вот. Прижать противника и придушить его подмышкой тоже, в общем, не гнушаемся мы этим, что называется. Рахман совершенно потерялся. То есть, абсолютно никакого следа от его самоуверенности не осталось. По-моему, он просто не знает, что делать. И это проявление как раз той самой разницы в классе, о которой мы с вами говорили. Да, Льюис, конечно, в этом бою совсем не тот, что был в Южной Африке. Намного острее, намного быстрее. Что значит лишних килограммов нет? Плюс еще ко всему прочему мотивация уже. Да, вот этого Рахману надо опасаться. Вот Льюис пристроился. Он уже достает вот издали слева. Жесткий удар по ребрам, по туловищу, под сердце и тут же навал сверху. Все, о чем вы говорили. Да, так вот я просто хочу сказать, что дело пахнет вообще неприятностями для Рахмана, потому что, заметьте, чем страшен Льюис? А ему нужно подобраться на дистанцию длинного удара. Эту дистанцию он выверяет ударами слева, шагом вперед. Каждый раз укорачивая шаг. И как только он чувствует, что его левый кулак ложится на цель, вот тут может последовать элементарная двойка, которая просто сокрушительной силой обладает. Практически все бои он так выигрывает. Акцентированный правый удар тут же вслед за левым. Рахман должен понять это. Он держится как-то уж очень небрежно, я бы сказал. По собраннее бы ему надо быть и повнимательнее. Льюис очень хорошо маневрирует. Он, в общем, не мечется по рингу, но четко делает шаг в нужном направлении как раз в темп с атакой Рахман. Вот последите за этим делом. Как он смещается. Не успевает уйти, вот так связал. Рахман, в общем, очень однообразен. Льюис его проверяет. Видите, сейчас пытался нанести кросс. В темп с левым ударом Рахмана правый сверху. в голову. Ну, Рахман вроде бы ожидает неприятности с этой стороны справа. И более того, виден этот удар справа у Льюиса, сейчас еле увернулся Рахман. Вообще, это, конечно, сокрушительная бомба в правом кулаке у Льюиса. потерялся Рахман совершенно. А Льюис все меряет, меряет дистанцию левой рукой постоянно. С одной стороны, он две задачи решает. он выстраивает дистанцию для решительной атаки, а с другой стороны, он держит все время в таком беспокойном нервном состоянии противника. Потому что тот не знает, что будет за этим джебом следом. Видите? Два повторных. В общем, если последить за арсеналом Льюиса, он, конечно, намного разнообразнее, чем у Рахмана. Льюис. И все, он понял эту дистанцию, он освободился, Льюис, и теперь он будет страшен в бою. Вот что называется компания Немиров. За Немиров во всем мире. Вот, видите, та атака, которая, так сказать, даже мы с вами видим, что может последовать, Рахману нужно быть особенно осторожным. Владимир, я много раз вас спрашивал, интересно очень ваше мнение, если бы вы сейчас были в углу Рахмана, что бы вы посоветовали? Я бы, во-первых, посоветовал бы ему прикрыться поплотнее, во-вторых, нужно держаться к Льюису поближе, он не любит, когда его прессингуют, перекрыться, идти на него, и не стремиться ни к силовому боксу, потому что перерубить Льюиса в мощи, превзойти невозможно. Вот, но заставить его действовать более плотно, в более высоком темпе, тогда может представиться шанс. А так, видите, это такая удобная мишень для Льюиса, он его бомбит издали с тяжеленными ударами, в общем, он хозяинничает. А Льюис не любит, когда ему не дают делать то, что он хочет. Вспомним нудный бой с Эликом Мавровичем. 12 раундов, ничего не мог поделать, с неизвестным боксером. Взяли-ка Хорват. Он, в общем, так в Европе что-то выигрывал. Льюис не мог подобраться, более того, она пропускала его, слава Богу, что тот был небьющий. Видите, пауза, а пауза Льюису это как раз то, что ему нужно. Он сейчас как шахматист обдумывает ходы. Вот вам, пожалуйста, мат, шах и мат. Заметили? Льюис вычислил, при атаке издали Рахман ставит блок. Вот мы на повторе увидим. Такая же история, как с Джудой происходит. Пытался встать Рахман. Он несколько раз выстрелил по этому блоку и заставляя Рахмана как бы чувствовать уверенность, что он прикрыт отсюда. А когда нанес решительную эту двойку, он обвел этот блок. Получилось два таких длинных свинга по косой обошли. Вот. И правый удар наконец-то нашел свою цель, а как бьет Ленекс Льюис все знают. Да, что творится с секьюрити там, в общем, это самое прогоняет обожателей Ленекса или это наоборот его враги, там не поймешь. Первый раз я вижу Льюиса таким эмоциональным. Ну, все-таки. Да. Он отомстил за поражение, он отомстил за унижение, кстати, говорил. И теперь он будет, мне кажется, еще более заносчив. Я, кстати, говорил вам, да, Брейд-то, конечно, сейчас будет ликовать. Он говорил, что Горольд Ледерман как-то был очень недоволен, сказал, что Льюис не замечает людей, смотрит сквозь них, поверх голов. И вспомнил, кстати, при этом Владимира Кличко. Говорит, тот истинный спортсмен. Даже когда он на ринге чем-то занят, заходишь в зал, он протянет руку, скажет, как дела, Горольд, ну, все такое. Вот это отношения. Хотя, мы, говорит, с Ленексом Льюисом не враги, знаем друг другу уже много лет. К сожалению, это так. Но человеческие отношения одно, исполнительское мастерство в ринге это другое. льгорь, Это льгорь. Продолжение следует...